всем доброго утра пока вы крепко сладко спите я я еще пока работаю сейчас подарю вам друзья мои один ритуал очень интересный нужный и пойду отдохну пару часов как наполеон и снова в бой ритуал обращение к бабы бабе еге как мы называем ее да и к на самом деле богиня яга испокон веков она была известна как защитница территории около дома то есть лес около дома людей она защищала скот она защищала сирот она защищала беспризорных детей оставленных без присмотра яга защищала от зверей защищала от духов пока родители не найдут и поэтому когда пропадал ребенок обращались к яге за помощью она защитница женщин одно время ее ипостась была кроме всего в ее функциях входит еще защита от врагов от несправедливого преследования человека яга считалась одной из самых красивых богинь среди славянского пантеона звучит смешно может для кого-то но я сейчас объясню почему она изображается уродливой старушкой с большим носом к сожалению христианство для того чтобы держать людей подальше от древних богов обозвала их нечистью присвоила им всякие страшные характеры всякие страшные истории напридумала изобразила их ужасными злыми и и те богини которые были берегиней рода защитницы детей превратились в в таких чудовищ поедающих детей и прочее кстати хочу сказать что братья грим написавшие тоже а видим хоть весьма страшные вещи писали в то время как раз во время пропаганды против магии против колдовства и прочее и их функция тоже была запугивание народа всякими сказаниями древними якобы которые они нашли они же говорили что они не авторы что это древние сказания они всего лишь нашли и воссоздает на самом деле это все было написано ими то есть функции и религии современных пыла в основном состояла в том чтобы как можно подальше держать народ от своих корней а значит запугивать а значит древних богов называть и обзывать нечистью страшными чудовищами поедающими съедающими убивающими невинных и прочее прочее и вот яга становится бабой ягой костяной ногой беспощадной страшной такой старухой с огромным носом и бородавкой на носу которая не щадит детей которая съедает убивает людей в лесах и прочее на самом деле прообраз бабы яги это богиня яга яга приходила к людям в образе старушки вот отсюда и вот как бы это поверье что баба яга она старая такая бабка она приходила в облике в облике в облике в образе старушки значит сидела возле леса учащий и люди приходили люди которые болели люди у которых были страшные какие-то бедствия они приходили в эту чащу и получали ее помощь она лечила она учила какие травы надо пить она учила в какие лунные дни надо просить каких богов какие жертвы надо приносить и люди это делали совершали и собственно говоря излечивались и избавлялись от всяких бедствий то есть она была такого рода знахарка среди богинь то же самое время то есть откуда началось вот это название да баба яга баба какая то сидит вот эта баба лечит баба исцеляет вот яга баба баба яга приходит она в образе такой доброй милой старушки кстати в легендах часто встречается что вот какая-то сила приходит так молодцу какому-то ивану молодцу еще кому-то проверить насколько он добрый молодец насколько у него душа чистая вот добрый молодец помоги перенеси меня там с одного места на другое и так далее это все идет истории именно связанные с ягой с богиней ягой по-другому еще и называют егинишна она кто она по происхождению она дочь повелителя среднего царства нави вия она дочь вия гоголь не зря взял вия понимаете и вот это вот ведьма баба яга да она в итоге когда умирает становится похожа на бабу ягу как раз да страшно такая старушка с большим носом бородавка и так далее она была дочерью среднего царства вия царства нави то есть нави делилась нафь да яфь это вот наша жизнь яфь это потусторонний мир мир духов богов навь делилась на три части изначальная навь средняя навь и темная навь то есть она на три части делилась вот среднего царства повелитель был вии и она дочь повелителя среднего царства нави вия бога вия баба яга стоит наполовину в темном царстве наполовину в светлом царстве наполовину в яви наполовину в нави понимаете она наполовину в мертвом мире наполовину в мире живых То есть мёртвым или в мире духов, богов и так далее. Значит, она посредник между мирами богов и людей, с одной стороны. Почему ей дали эпитет «костяная нога»? Потому что если она одной ногой в Навии, в царстве мёртвых в том числе, это значит, у неё одна часть должна быть умершая, мёртвая. А значит, одной ногой тут, другой ногой там. Значит, одна нога должна быть костяная, как у скелета. Вот отсюда и поверье, что у бабы Яги костяная нога. И что она бабка, потому что она приходила в образе, в облике бабушки, лечила людей. Почему баба? Потому что баба приходила к народу, учила эта баба народу, как лечить, как что делать, что пить, кому молиться, кого попросить, что жертвовать, что куда относить и что шептать. То есть учила колдовству. То есть она была колдунья, богиня. Теперь, она называется ещё воинствующая богиня. Она та, которая помогает одолеть врагов. Но не зря в этих сказках к ней приходят для того, чтобы одолеть Кащея. Она знает все секреты Кащея. Вот точно так же к ней можно обратиться, чтобы разузнать все секреты врагов, чтобы осрамить и опозорить врагов. Любит ли баба Яга свои изображения, которые держит дома? Не особо. Потому что этот образ для неё не очень приятный. Она в этом обличии приходит, когда учит колдовать. Но простому человеку держать просто бабу Ягу не очень рекомендуется. Конечно, если у вас есть там всякие ведьмы, бабьёшки, не обязательно их выкидывать. Это не страшно, что они у вас есть. Но с ними ритуалить не рекомендуется. Она такой образ, знаете, невидимого мира. Поэтому не обязательно, чтобы было её изображение или алтарная статуя, для того, чтобы колдовать или просить у бабы Яги помощи. Поскольку она на половине в мире явном, а другая половина в мире яв, ой, нави, да, нужно две свечи. Одна свеча чёрная, другая свеча белая. Обычно её чувствовали квасом и хлебом. Потому что издрелю было принято вот этот хмельной именно квас, не напиток более такой, скажем, градусом выше, потому что это богиня, это не бог. Для богов они наливали и пиво, и водку, и медовуху, и всё такое. Но поскольку это богиня, это женщина, то вот единственное, что вот можно было, это квас. И хлеб. Хлеб как символ благополучия, как уважения. Хлебом солью встречали, да? Итак, вам нужно две свечи. Остальное это для освещения я поставила. Этот ритуал можно проводить в любой день, кроме воскресенья, субботы и понедельника. Хотя сегодня воскресенье, но я вам просто показываю, как провести. То есть, если вы хотите именно вызов, зазыв сделать, то этих дней избегайте. В крайнем случае можно провести в эти дни, но нежелательно. А сейчас я вас просто учу, как надо делать. Простому человеку в трудную минуту можно призвать бабу Ягу, или по-другому богиню Ягу, на помощь. И получить эту помощь. Когда вы эту помощь получите, вам нужно будет вынести квас, желательно не бутылочный, а вот, ну, в принципе, сейчас уже по-другому нету. Стеклянный, если найдете, есть такой, знаете, квасной напиток стеклянный, но если не найдете, можно бутылочный, некуда деваться, они сейчас все в бутылках. Берете квас, берете хлеб, уносите под деревом, половину выливаете, половину ставите, хлеб крошите, оставляете и говорите. Ну, крошить как? Разламывать несколько раз, да? Оставляете и говорите. Во славу богини Яги! Вечно буду помнить и благодарить. Да будет так. Повернулись и ушли. Ей ничего особо от вас не нужно, ей просто нужно уважение и знать, что вы оценили то, что она для вас сделала. Если у вас на работе проблемы, если у вас выживают, если у вас есть какие-то такие бедствия, которые никак не заканчиваются, есть какие-то тайные враги, и вы хотите понять, кто, что, что от вас хотят на время передышку или навсегда, она вам поможет их убрать в сторону. По крайней мере, асрамит. Итак, обращение к богине Яге. Читать это нужно семь раз. Я читаю один раз. О, ты богиня Яга, та, что между мирами светлым и темным, богиня-воин, хранитель тайн и жилища, дарующая знания и силу против врагов. О, прекрасная дочь властителя Вия, будь милосердна, помоги мне в моих делах, одолей моих врагов, а срами их предо мною. О, дочь властителя Вия, ты стоишь между двух миров, явь и навь, тебе подвластны они. Я взываю к тебе могущественная Яга, таруй мне победу в битве. Врагов моих из яви и нави, спутай, запутай, в туманы окутай, тропою гибели веди, всех одолей и победи. Славься, прекрасная воинственная Яга, тебе кланяюсь, верю и надеюсь, благословляю, да будет так. Прочитали? Нет. Сначала половину хлеба ломите и говорите. Я сейчас весь хлеб не буду есть, просто показан. Во славу богине Яги. Вот, съедайте половину, запивайте квасом, тоже половину. оставьте это у алтаря часа на три, потом можете вылить. Хлеб можете оставить птицам на улице, можете выкинуть, потому что она забирает энергию хлеба, и потом уже хлеб как бы становится обесточенным, одним словом, без энергии, без ничего, и уже не страшно выкидывать это. Ну, лучше, конечно, кормить птицей или бездомных собак. Вы знаете, что хлеб лучше не выкидывать, да? Итак, обращайтесь к Яге, научитесь, как обращаться к древним богам, которые когда-то здесь властвовали, и сейчас властвуют. Тайно, но властвуют в любом случае. Удачи всем!